Так, мне задают вопросы, какие книги почитать. Я говорю о том, что я читаю сейчас. Вот прямо сейчас я читаю. Невидимая сила, Уильям Бернс, действующий глава ЦРУ. Мемуары, которые я уже, не знаю, год пытался прочитать, но только в последнее время взялся за голову и начал читать быстро. Так, это вот, вот это вот я сейчас читаю. Потом, Рэй Далио подарили на днях, на день рождения. Обязательно прочитаю. Пишет просто, хорошо, очень структурировано. Это один из основателей Блэк Рока. Ну, короче говоря, миллиардер. Чувак написал принципы, его книга известная. Я всем рекомендую. Потом, Высшая верность Джеймс Коми. То, что я говорил сегодня во время эфира. Вот это с поводу директора ФБР. Написано легко, хорошо, интересно. Так, что еще читаю? Читаю цену разрушения Адаматуза. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я читаю обычно как? Я читаю книгу «Пока не устаю», потом параллельно начинаю читать другую. Я читаю одновременно там 3-4-5 книг всегда. Адам Туз – это последняя книжка из его трилогии. Потоп, как там еще, что там еще? Потоп, крах про кризис 2008 года. Вот цена разрушения про создание гибели нацистской экономики. Почему читаю? Ну, контекст понятен. Мы находимся в контексте борьбы с тоталитарным государством. Мне интересно. Логика, как оно развивалось. Великая война, деколонизация Российской империи, Джушуа, Санборн. Тоже на днях начну читать, потому что книга о том, как происходило крушение Российской империи в ходе Первой мировой войны. Степан Бандера. «Проспективы украинской революции». Подарили на день рождения. Амелин подарил. Я начал читать отдельные главы. В принципе, интересно. Что еще? Гитлера тоже подарили. Яна Кершоу. Вот. Тоже такой связочок. Ну, не знаю, прочитаю или нет. Но, во всяком случае, я начал просматривать. Может, и почитаю. Параллельно взял. Привез из своей библиотеки Уильям «Взлеты и падения Третьего рейха», о которой я говорю. Книжка, которая привела меня в политику. Я ее в 1994 году прочитал с запоем. Вот. Величайшее произведение вообще о Третьем рейхе. И он за него не зря получил полицейскую премию. Читаю Ницше. Точно так же перечитываю. Так говорил Заратус. Я регулярно перечитываю те книги, которые я прочитал когда-то в молодости. Это одна из первых книг в моей библиотеке, кстати. Вот, смотрите. 1997 год, между прочим. Вот. Значит, что еще? Что еще я читаю? Что еще? Сейчас вам покажу. Я купил несколько новых книг, которые буду читать в следующем году. Прорыв. Рейшел Медо. Вот. Фергюнсона буду обязательно читать. Свежак. Политика и катастрофы. Может, буду в числе первых читать. Потом, что еще? Фридрихлис. Национальная система политичной экономики. Экономии. Вот. Тоже почитаю. Но позже. Что тут у меня еще на полочке стоит? Друга Святого Война. Купил недавно, посмотрел ради интереса. Вот. Вот эту буду читать обязательно. Салбутенко, Украина. Горнил и войны, революции. Одна из моих самых любимых книжек. Самый хантинг на политический порядок в меняющихся обществах. Это альфа и омега политологии вообще. Книжка, которая, посмотрите, видите, вся подчеркана. Очень крутая. Логику политических процессов объясняет великолепно. Так. Ну, на самом деле, тут у меня стоят книжки, которые я либо не читал, либо которые у меня постоянно в работе. Вот Альберт Шпер. Видите, я его давно прочитал. Мемуары. Ну, вот она у меня вот так вот в работе. Я всегда смотрю, какие закладки там. То есть, когда мне нужно, я поднимаю. Так. Потом, потом, потом. Масштаб. Вот никак не дочитаю. Хорошая книга, но никак не прочитаю. Вот еще следующий эсталет Джордж Фридман. Он ее написал давно. В 2010 году этот перевод был. А, соответственно, он написал в 2009, наверное, он ее написал. Такая неплохая. Один из современников наших. Так, да, что еще? Это какая-то мелочь. Клау Шваб, которого все в последнее время любят цитировать. А, вот еще у меня есть такая. Вот эту читаю тоже хорошая. Восстание, убей. Это про Массад. Крутая книжка. Ну, это где-то давно прочитал. Даниэль Ларгинс. Советую почитать всем трилогию эту. Про энергетику. Очень крутая книжка. Вот, ну и Рэндалл Коллинз. Тоже макроистория. Очерки социологии большой длительности. Одна из моих любимых книг. Тоже, видите, сколько закладок. Многие вопросы, которые нас волнуют. Здесь были описаны еще в 80-е годы. Вот, видите. Хорошая книга. И очень редкая. У нее была всего лишь, по-моему, тысяча экземпляров. Была ее выпущена. Такая красота. Такая красота.